Произведенные усилиями Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях имени Ростислава Алексеева Валдай стал первым кораблем такого класса, спущенным со стапелей в постсоветской России. Он способен бороздить полноводные реки нашей страны от центральной части до Дальнего Востока. Суда на подводных крыльях ЦКБ имени Алексеева – это, безусловно, гордость Нижегородской земли, Нижегородского судостроения. И проекты Ростислава Алексеева тоже являются гордостью России, Советского Союза. Аналогов такие разработки в мире не имеют. За 40 лет производства более чем 5000 судов именно вот такого проекта на подводных крыльях было произведено и поставлено в более чем 35 стран. Валдай-45Р создавался в обновленном виде по федеральной целевой программе развития гражданской морской техники на 2009-2016 годы. Длина судна составляет 21 метр, ширина – 5 метров. На борт судно может взять 45 человек. Дальность плавания – 400 километров, скорость – 65 километров в час. А для управления хватает двух человек. Первый Валдай спустили на воду осенью прошлого года в Чкаловском районе Нижегородской области. Затем, по мнению Глеба Никитина, суда на подводных крыльях должны наладить речное пассажирское сообщение между городами и населенными пунктами региона. Кстати, Валдаем уже заинтересовались в России и в зарубежных странах. Проявили большой интерес. Это в Сибири, на Дальнем Востоке, это в центральной европейской части. Это сегодня по реке Волга мы проводим достаточно большую презентационную кампанию. Очень большие интересы у нас есть сегодня у наших стратегических партнеров из Индии. Мы произвели уже два Валдая. Один завершает свои ходовые испытания здесь, на Неве. Второй начинает ходовые испытания в Нижегородском море. Отмечу, что этот транспорт не только скоростной, но и экологичный. Во время движения по реке Валдая не создает волну, что способствует сохранению берега.